При встрече с великим человеком в делах, думая о том, как с ним сравняться. А при встрече с великим боксером в ринге, думая о том, как выжить. В конце 80-х на мировую арену тяжелого веса бокса, в его золотую эру с атлетичными монстрами, выходит брутальный убийца, который начинает нокаутировать всех. И делать это быстро, жестко и беспощадно. Приветствую вас мощно пузо и стрекозы. С вами Федорович, а в этом видео мы насладимся фатальными нокаутами легендарного Майка Тайсона. 11 июля 1985 года. Атлантик Сити. Соперник рослый Джон Олдерсон, который выходил на бой с тремя победами без поражений. Для 19-летнего Майка, для которого это был пятый бой, выдалась отличная возможность испытать свою тактику против высокого оппонента. Что он и сделал, используя в основном прямые удары на скачке, закончив бой во втором раунде. Продолжение следует... Люди, которые умеют жить красиво, на самом деле просто сидят на шее у тех, кто умеет работать. А боксеры, умеющие отправлять в красивый нокаут, на самом деле должны благодарить оппонента за плохую защиту. 9 октября 1985 года. Нью-Джерси. Соперник самоуверенный Донни Лонг. Уверенность которого растворилась на 30-й секунде с первым же хуком от железяки. А на второй минуте и вовсе легла отдохнуть. 13 ноября 1985 года. Хьюстон. Соперник высоченный Эдди Ричардсон, у которого за плечами 10 побед и лишь одно поражение. Но Майк, как локомотив, набравший скорость, имел уже 12 побед и все досрочные. Поэтому на Эдди смотрел как бизон на ромашку, размышляя, как бы побыстрее с ней разделаться. Майк, как локомотив. Люди в древности не любили говорить, так как считали позором, когда дела не поспевают за словами. Так же было и в боксе. До боя все молчали, в ринге показывали дело, а после боя подтверждали словами. 24 января 1986 года. В Атлантик-Сити железный Майк брутально и молниеносно за 2 минуты разделался с Майком Джеймсом. Майк брутально и молниеносно за 2 минуты разделался с Майком Джеймсом. 13 июня 1986 года. Мэдисон Сквергарден. Соперник мощный и очень непростой Эдди Гросс, который не стал делать ошибки всех предыдущих оппонентов Майка и выбрал тактику мотылька, порхающего вокруг носорога. Имея вес более 2 тонн, слепота носорога не его проблемы, как и мощные удары Тайсона. Проблемы не его, а бегающих вокруг соперников. Продолжение следует... Продолжение следует... Бывает, что все происходит случайно, в общем, как и планировалось. А в боях это бывает гораздо чаще, чем кажется. Оба бойца планируют отправить друг друга в нокаут, а случайно это удается только одному. Правда, в боях с Тайсоном почему-то этот один всегда он. 17 августа 1986 года Нью-Джерси соперник Хосе Рибальта с рекордом в 22 победы и лишь двумя поражениями, который не побоялся и дал железному бой, продержавшись почти все 10 раундов. До судейского решения ему не хватило полторы минуты. 16 ноября 1987 года Атлантик-Сити Тайсон должен был защитить три своих чемпионских пояса от мощных кулаков Тайрелла Бигса, который выходил в ринг непобежденным претендентом, имея 15 побед за плечами. Но уйти с ринга победителем может только один, а Тайсон это право не отдавал пока что никому. 7 раундов за Рубы увенчались красивым нокаутом. Хороший человек помогает людям увидеть лучшее в себе, а плохой всегда указывает на их недостатки. Так же и в боях. Только наоборот, сильный указывает нам на недостатки и делает нас лучше, а слабый заставляет деградировать. Бой 27 июня 1988 года в Атлантик-Сити свел между собой лучших, которые могли поработать над своими слабостями и стать еще лучше. Майк Тайсон имел 35 побед без поражений, а его не менее грозный соперник Майкл Спинкс имел 31 победу без поражений. Это должен был быть мощный и бескомпромиссный бой. Но получился славный нокаут уже в середине первого раунда. 19 августа 1995 года Лас-Вегас. Серьезный соперник в лице Питера Макнили с рекордом в 36 побед и лишь одним поражением. На момент боя Тайсон тоже приписал себе одну красную полоску в рекорд от Дугласа. Так что поражение у соперников было пором. Чего не скажешь про мощь удара, которой у Майка было гораздо больше. Что почувствовал Макнили уже на второй минуте боя. 16 марта 1996 года в Лас-Вегасе. Майк встретился со своим старым знакомым, очень атлетичным Фрэнком Бруно, которого 7 лет назад отправил в нокаут. Но сейчас Фрэнк был уже матерым бойцом, имея 40 побед за плечами и явно хотел мести. Но человек предполагает, а Тайсон решает, кто будет лежать в больничке, а кто поедет домой на новой тачке с девочками. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой нокаут Майка вам нравится больше всего. Как бы ни отходим до этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хуба! 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 Вот так. Хуба! Да! Клодрака одна, да? За дистанцию. Короче, я вот что делаю? Хлоту вырываю, ключица, это ключица вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Хуба! 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 Атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наши упражнения, секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Ставил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да? Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз, естественно. Ничего не успевайте, это убит. Усп Cindy не успевайте. Успевайте. Успе. Успех. Успея. Успех. Успfulights. Тут. Успе. - Успе. Успех. 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 Они pedals.